Всем привет! Я сегодня не особо при параде, одета как бомжик немного, потому что мы с папой ездили за ёлкой. В общем, я решила, что я всё-таки должна снять уже последний в этом году влог, он будет предновогодний. Я ещё и на дачу собираюсь, поэтому решила включить сюда всё. И так как мы купили ёлку, я хочу её показать, потому что это чудо, не знаю, восьмое чудо света. У меня такой ёлки ещё никогда не было, но всё по порядку. Я уже практически украсила квартиру к Новому году, ну она у меня была украшена, и мы купили наконец-таки ёлку. Я хотела эту ёлку ещё в пятницу, это было 18 декабря, чтобы на Николайчика у меня уже была ёлка, 19 декабря у нас не получилось. Потом я хотела её купить в понедельник. В понедельник у нас лифты не работали, тащить ёлку на высокий этаж вообще не хотелось. А папе так особенно, поэтому мы её тоже не купили. В итоге мы поехали сегодня, сегодня 22 декабря. И вот 22 декабря, наконец-таки, у меня будет ёлка. Это не она, это моя Раукария, которую, кстати, я тоже украсила. Да, у неё теперь тоже есть шарики. Было как называться, шарики. Подоставала я ещё два пакета, буду украшать ёлку ёлочными игрушками. А так-то у меня квартира украшена, но я вам это покажу, как оно светится. Вот у меня здесь ещё, смотрите, там снежинки всякие. Вот тут у меня Мария Ивановна, да. Вот, это я покажу вечером, потому что оно вечером очень красиво светится. А сейчас покажу ёлку, пока я её не нарядила. Она очень красивая, она божественная. Такой ёлки у меня ещё не было никогда. Никогда не было у меня такой ёлки. У меня обычно сосна с длинными такими иголками. А это, ну вы только посмотрите на эту красоту. Я не знаю, она со всех сторон идеально красивая. И ты, Мария Ивановна, тоже со всех сторон идеально красивая. Просто посмотрите, какая красота. Это пихта, датская пихта. Фрейзер или фрезер, или, в общем, как-то так. Безумных денег стоит, но... И это просто... Она невероятная. Она пахнет. Папа сказал почему-то, что она не пахнет. Но она вот чуть-чуть уже в тепле постояла. Мы её там пока ровняли. Пока папа накричал у меня, что я не дала ему купить новую подставку. Меня это устраивает. Правда, у неё там есть такие, типа, мягенькие штучки. Но чтобы всё равно паркет не поцарапать, я ещё подставила. Но здесь будет дождик, поэтому их будет не видно. Но это будет вечером, потому что я уйду. И буду наряжать её только вечером. Ну и хотелось бы, чтобы она немного ещё постояла. Мы её-то, в принципе, расправили немножечко. Но она была вот в такой... Знаете, вот этой запаковывают. У нас такое редко запаковывают. Надо, кстати, это будет вытащить и выкинуть. И она внутри немного такая, как макроватая немного была. Ну, на улице у нас сегодня холодно. И смотрите, какой у неё ствол. Смотрите, какой ствол. Просто я не знаю, может, у вас, конечно, каждый год такая ёлка. Но у меня такая первый раз, и это просто невероятные эмоции. Блин, как красиво. В общем, смотрите, какой у неё ствол интересный внутри. Эй, как тебя там найти? Вон, вон, смотрите. У наших сосен, конечно, не такое. Вообще, и дали штрих-код к ней. Причём, такая штука там была. Вот тут вот. И, кстати, так что хочу поискать её как-то по штрих-коду. Она сказала, что можно найти даже то место, где она росла. Вообще, будет круто. Это я на пуфик наступила. Ну, просто теперь я наступила на игрушки на свои. Я просто в восторге. Ну, она, я не знаю, она очень красивая. Она просто божественная. Вообще, невероятно. Теперь я буду сидеть вот тут на диване. Ещё туда подушки переложу. Буду сидеть, и фонарики везде будут. И ёлка рядом. Вообще, бесподобная, бесподобная ёлка. Датская пихт. Теперь надо по-модному буду разговаривать. В общем, тут я всё приведу в порядок. Я как-то буду убирать, потому что хотела, чтобы ёлку поставили. Потом уже всё пропылесосит, всё убрать. И как бы, чтобы был чистый тайп и порядок. Поэтому тут у меня пока хаос с этими гординами. Тут у меня вообще приоткрыто, потому что Муся прыгает на окно. И не хотелось бы, чтобы она прыгала в гордины. Потому что она ещё та хитрюга. Да, Мария Ивановна? Мусь. Муся. Эй. Она спать хочет, по-моему. В общем, ещё 10 раз. Какая красивая ёлка. Я не устану это повторять. Вообще, она невероятная. Она, кстати, не колючая. Не колючая. Она очень классная. Она очень классная. Вообще. Я в восторг. Знаете, вот как... Вот получилось так, как должно было получиться. Сейчас попробую отдалить. Так, как должно было получиться. Вот не получилось в пятницу. Не получилось в субботу. Не получилось в понедельник её купить. По-любому бы купили сосну, которая обычно... Ну, как бы... Которая обычно у нас стоит. Ну, вот так вот, вот так вот. Ну, её чуть-чуть ещё надо подрасправить. Потому что она была скомканная. Ну, не скомканная, а вытянутая вот в этой штуке. Вообще, она такая пушистая. Она вроде не широкая. Ну, в смысле, как радиуса. Ну, вроде как и широкая. Вроде как нет. Ну, зато я смогу, если что, на балкон свободно пройти. Вот. Но такая пушистая. У неё столько лап. Вообще невероятно. Боже, ну я могу её восхвалять минут пять. Поэтому давайте, наверное, на этом закончим. Включусь или вечером, когда её наряжу. И включу вот эти все свои гирляндуськи. Вот. Или уже, не знаю, на даче, может. Но, может, всё-таки я вас покажу, как я её наряжу. Я уже переоделась и готова убирать. Но не смогла не включиться, чтобы не сказать. Она очень пахнет. Я не знаю. Она просто невероятно пахнет. С учётом того, что я обычно слышу, как пахнет там сосна первые, не знаю, часы. Потом я уже её не слышу. Иногда бывает, когда потом домой приходишь, слышно, что она пахнет. И это просто нереально. Она перебивает мой ароматизатор, который карамельный. Вообще невероятная, невероятная. Итак, я заскочила домой ненадолго, пока у меня есть время. Сейчас я вам покажу украшенную квартиру. Как раз сейчас вечер, темно. Видите, темно уже. И там я была. Здравствуйте. В общем-то, сейчас покажу квартиру украшенную. И все фонарики, гирляндочки. Начнём со входа. Здесь у меня стоит моя серебристая ёлка. Она ещё советская, старая. В общем, ну, я не могу от неё как бы избавиться. Я не знаю, выкинуть, не ставить. Потому что, ну, она очень крутая. Я не знаю, почему. Она у меня вызывает какие-то тёплые такие ощущения детства. Она всё же стояла у меня в комнате. И я не могла её не нарядить. И даже не могла её оставить у родителей. И притащила с собой в эту квартиру. Поэтому она в обязательном порядке у меня будет наряжена. Это всё нормально. Раньше она стояла вот здесь вот. Ну, как раньше, в том году, когда шкафа не было. Вот. Но теперь она стоит здесь. Но здесь нет фонариков. Ну, ничего страшного, я считаю. Зато, когда ты в коридоре, ты сразу видишь ёлочку. Веночек. Естественно, в двери я не делала дырку. Поэтому веночек висит на ручке. Не очень удобно, но очень мило. Здесь у меня оленёнок с новым роком. У него тут написано. Вот. Ну, вроде бы здесь всё. Ну, и пойдём в самую основную, скажем так, наряженную комнату. В спальню у меня там только дождики. Вот. В основном мы здесь время проводим. Поэтому я украсила в основном эту комнату. Итак, тут у меня звезда, дождик. И моя супердлинная гирлянда. Она очень длинная. Она вот. Это всё одна гирлянда. Вот. Вот. Вот так вот. Вот так вот. 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 И вот здесь. Вот сюда. И даже немножечко там за ёлкой. Просто пока ёлки не было, было как бы нормально. А сейчас она немножечко там её не видно, короче. Моя ёлочка. Я её нарядила. И уже шарики повесила. И бусики. Шарики и бусики. Дождика у меня нет. Дождиком я накрыла только низ вот здесь вот для того, чтобы не видно было этого ведра, в котором она стоит. Дед Морозик у меня вот такой. Вот у меня их два. Я когда-то в эпицентре была. Не смогла выбрать одного и купила двоих. Они мне оба понравились. Поэтому у меня два Деда Мороза и ни одной снегурки. Потому что снегурки реально все страшные. Вот. Ёлочка красивенная. Ну, ребята, пахнет невероятно. Каждый раз, когда заходишь в квартиру, вообще очень пахнет. Я вот вечером зашла. Просто невероятно. Причём, ну, как бы таким чем-то очень классным пахнет. Не могу сказать, что это сосна пахнет. Но вот как-то не так. Не за сной пахнет. Реально очень круто. Здесь у меня на столе маленькая ёлочка. Свечечка. Тут у меня гирлянда возле телевизора. Моя пахучка. Карамелька. Ну, её уже не слышно, потому что слышно только ёлку. Здесь у меня лампочки. Раукарию свою я нарядила. Кто следит за моим Инстаграмом, знает. О том, что у меня есть Раукарию. Как сильно я её хотела. Тут у меня вот такая инсталляция. Я люблю всякие вот такие штуки. Домики, улочки целые, знаете, есть. Вообще, это для меня прям кайф чистый. Я обожаю вот такие всякие штуковины. Ещё оно так с фонариками так подсвечено. Круто, смотрите, какие. Но они тут все одинаковые в основном. Здесь у меня новый цветок, который решил сбросить, короче, свои листья. Потому что ему, видимо, тут или жарко, или я не знаю. Здесь у меня мой носок собачка, который со мной тоже с детства. Он переехал из квартиры родителей вместе со мной. Тут у меня такие же фонарики, которые прицеплены на лампу. И на кухне у меня также вокруг вытяжки фонарики. И на драцене фонарики, на пальме на моей. Я её переместила на время праздников новогодних с её места. Подвинули мы диван. И я её перенесла на окно. Так что она у меня светится. В общем, я не знаю, попробую отдалить. Но оно, ну да, так не сильно яркое. И тут, наверное... Не, ну тут ещё так, более-менее. Мария Ивановна под низом. Как только я постелила скатерть эту новогоднюю, она перетащила пакет под стол. И теперь любимое её место, это под столом на скатерти. Вот там. Да, Муся? В общем, вот так вот выглядит моя комната. Мне кажется, вообще невероятно. Мне очень нравится эта длинная гирлянда. Мне очень нравится моя ёлка. Мне вообще всё очень нравится. Просто кайф, по-моему. По-моему, просто кайф. А забыла показать. У меня тут ещё снежинки. Сейчас, может, как-то вот так вот будет понятнее. А не тут типа падает снег, падает снег. В общем, я больше не включаю свет. Мы каждый вечер, аж картина покосилась. Это у меня упала гирлянда. Я её поправляла сегодня. И покосилась картина, но я её поправлю. Мы, в общем, вообще теперь свет не включаем. Просто весь вечер, вот так как только темнеет, можно включать вот эту гирлянду. И просто она весь вечер работает. Мы уже забыли, что такое верхний свет просто. Поэтому, ну, если оно так кайфово, и в принципе светло, и всё видно, всё, что надо видно. Ещё если телек работает, так вообще прелесть какая-то. В общем, вот так вот. Я, наверное, уже наболтала на кучу минут. Но я не помню, достаточно ли я восхищалась своей пихтой. Потому что я, наверное, думаю... Я думаю, что при монтаже, наверное, я офигею от того количества... Вау-вау-вау, как она мне нравится! Но она мне реально очень нравится. Она такая мягкая. Она такая классная. Вы бы знали, какая она мигуська. И как она пахнет. Блин, я не могу ей нарадоваться. Я так бежала домой, чтобы быстрее на неё посмотреть. Ну, не знаю. Как ребёнок маленький, честное слово. Но она реально нереальная. Она волшебная вообще просто. Так, всем снова привет. Это вторая часть влога. Я не знаю, может, она две разделить. Я там, по-моему, про ёлку очень много разговаривала. В общем, я не знаю. Я так отвыкла записывать видео, что очень сильно волновалась и долго собиралась вообще с мыслями. Надо мне видео это записать или нет? Но подумала, что последний влог в 2020-м всё-таки надо записать. И как бы это должен быть не день листьев там какой-то или там, который был ещё, не знаю, в сентябре, октябре. Вот. Ну, так как вы поняли, я еду в машине. А если я еду в машине, я обычно еду на дачу. Ну, это на видео так. По жизни-то нет, конечно. А для видео обычно я еду на дачу. Поехали на дачу вместе со мной. У нас сегодня 24 декабря. У нас небольшой снег. То, что не может не радовать. Завтра, кстати, сегодня минус 5. Сейчас уже минус 3. То в 6 утра было минус 5. И нам сегодня на день обещали с 11 часов прям снегопад, снегопад. А завтра плюс 4 и дождь. В общем, у нас зимы нормальной нет. Я не знаю. Просто, ну, ерунда какая-то. Завтра католическое Рождество. И у нас официальный выходной в Украине. Я не знаю. Я прям так... Я не католик. Я его прям так не отмечаю. Но от официального выходного и от прогулки с подружками, с друзьями я не откажусь. Поэтому я очень рада, что у нас завтра католическое Рождество. Так, что я хотела? А, я еду там всякий хлам отвезти на дачу. Ну, как хлам, постиранное постельное белье и всякое такое. Вот. Заодно проверю. Потому что вот я была на даче, получается, в последний раз. Вообще в ноябре. В ноябре, наверное. Даже не в конце, а где-то в середине. Мы ездили туда с родителями. Уже мы не ночевали. Такое все, да, закрывали. Все там туда. Чик-чирик, в общем. И все. Больше меня там не было. Ну, я-то знаю, что там все хорошо. Поэтому, ну, как бы, я надеюсь, без эксцессов будет. Мне надо будет там еще подложить кирпичики под ворота на втором участке. Потому что мы забыли, чтобы они за зиму не просели. И вроде как, ну, выгрузить вот это все. Ну, и все. Просто посмотреть там, что там, как там. И на этом, в принципе, все. Но, так как вы любите дачные видео, поэтому я вас беру со мной, раз уже я решила ехать на дачу. Как я уже сказала, зимы у нас как таковой нет. Это печально. Я хочу снега. Я хочу, чтобы навалило много снега. Я люблю снег. Я люблю зиму. Мне нравится. Оно все белое, красивое. Потому что так, конечно, город унылый вообще. Вот эти голые деревья, серые дома. А, нет, ну, там у нас есть, он желтенький, там все такое. Ну, оно все равно как-то так. Не дуже красиво. Не Европа, конечно, старая какая-нибудь там, знаете. Вот, поэтому печально. А снег, конечно, украшает все это мероприятие в виде зимы. Может быть, конечно, еще будет одно видео там, такое более новогоднее. Я просто хотела бы вас поздравить уже с наступающим Новым годом. Потому что сейчас, мне кажется, рано. Хотя, когда я смонтирую это видео, вообще неизвестно. Я не знаю, может, вас надо лучше в этом видео поздравить. Потому что, а вдруг я это смонтирую уже к концу года. Не знаю, ладно, давайте так. Если что, вас с наступающим. Чтобы вы всегда улыбались. Чтобы у вас все всегда хорошо складывалось. Чтобы все ваши цели достигались вот так вот легко. Чтобы ваши мечты, главное, мечтать для начала, чтобы эти мечты сбывались. Не забывайте мечтать даже в такие, как бы, по сути-то, трудные времена. И главное, не болейте. Не болейте, чтобы не заражайтесь. Носите маску. Это не так уже сложно. Да, она меня тоже бесит. Она мне дает раздражение там и все такое. Ну, а что сделать? Что зато я вот не болела коронавирусом. Понимаете? Вот, поэтому, ну, перетерпеть этот масочный режим уже надо. Чтобы, блин, эти все локдауны не вводили, не закрывалось. Это все, потому что в январе у нас опять все закрывается. Это печально. Люди деньги не зарабатывают. Это, короче, грустно. Вот. Поэтому не болейте и берегите себя и своих близких, особенно пожилых, ваших родственников. Это обязательно. Вот. Потому что как-то корона это такая штука какая-то, знаете, как не сама болезнь, а как активатор всех болезней в организме, которым вы предрасположены. На самом деле это, конечно, страшно. У нас, к сожалению, мэр города умер из-за коронавируса, но у него были там свои, как бы, еще болячки всякие. Он потом там инвалидом стал, в инвалидной коляске ездил, потому что в него стреляли давно. У него была простреляна легкая, по-моему, там позвоночник. Вот. И, как бы, коронавирус все это активировал. Он долго был в больнице в Германии. И, в общем-то, с августа месяца. И вот в середине декабря 17-го, по-моему, он умер. И вчера его похоронили. Это, конечно, все очень грустно, потому что реально вчера больше 100 тысяч пришло людей проститься с ним. И даже не хватило того времени, которое выделили для того, чтобы, ну, люди пришли и просто с ним простились. Там с 9 до часу можно было прийти. И очередь стояла просто от одной станции метро вообще к другой. Ну, просто нереально большая. Ну, он реально много сделал для города. И, конечно, не знаю, такое впечатление, что город осиротел. И ты остался без какой-то, как бы, счета какого-то. Реально, ну, как бы, влиятельный был человек. Я не знаю, я вне, мой канал, точнее, я-то в политике. Но мой канал вне политики. Просто делюсь с вами какими-то переживаниями. У нас еще мэры города, конечно, ну, так как бы никто не умирал. У нас когда-то умер губернатор города. Ну, давно, я еще мелкая была. Его случайно застрелили на охоте. Случайно, понимаете, застрелили на охоте. Прям вообще очень случайно. Тогда тоже город был в шоке. Ну, и тут, конечно, много людей расстроено. Он победил. У нас были выборы осенью. И он победил на выборах, не присутствуя даже в стране. Он был тогда на лечении. Но даже никто не мог вообще подумать о том, что он не вернется. Ну, о том, что он вообще умрет. Поэтому он победил на выборах, даже находясь на лечении в Германии. И там больше 60% за него проголосовало. Ну, а это как бы показатель на самом-то деле. Ну, и не в обиду другим городам, Харьков один из самых красивых. Конечно, Старый Львов безумно красивый. Но в Харькове сейчас столько парков. Все такие зоны зеленые, красивые. Есть где погулять, всякие мероприятия проводят. Ну, не знаю, в общем. Мне как бы обидно на самом-то деле, что так все это получилось. Потому что, ну, город как будто осиротел. Вот как бы, как будто чего-то он лишился. И все. И как будто город остался без папы, я не знаю, который защищал всех нас. Вот. Ну, не знаю, как там будет. Сейчас они там, конечно, будут за власть драться. И это, конечно, тоже стремно. Потому что, ну, не хотелось бы, чтобы город достался кому-то недобросовестному или как-то... Понятно, что они приблизительно там все любят деньги. Ну, блин, это что, не без этого, понятное дело. Но не хотелось бы, чтобы после этого всего просто город развалили. После того, что, как бы, как его поднял этот мэр, то не хотелось бы, чтобы его развалили. Так, в общем-то, если хотите, если вам интересно, в новостях каких-то, если вы не из Харькова, посмотрите, как было прощание. У нас Геннадий Адольфович Кернес. Посмотрите похороны. Ну, конечно, людей тьма, цветов тьма. Ну, ладно, в общем-то, не будем о плохом. Я надеюсь, что все будет хорошо. И город, как минимум, останется на таком же уровне развития, а лучше бы и развивался. Главное, чтобы все это не упало вниз. А я, как обычно, заняла пол эфирного времени своей болтовней. Но я же знаю, что вы скучали, потому что вы же мне писали о том, что вы скучаете за моими видосами. И даже если вы будете проматывать эти все моменты, все равно кто-то не будет проматывать, кто-то кушает под мои видео, кто-то на фон включает. В общем-то, все по-разному. Поэтому, да, я наболтала. И, как обычно, влог будет 45-минутный. Так, чтобы вообще полжизни отнять у вас на просмотр этой болтовни. Ну, надеюсь, что нет. В общем-то, я поехала. У нас тут почти красиво. Тут даже снежок. Я так, что я... Я же забыла сказать. В 8 утра я еду на дачу. В 11 снег обещали, потому что не хочу натоптать следами. Я надеюсь, там нет снега. Вот. Я не хочу натоптать следами. Хочу потом, чтобы я походила. Он потом насыпался. А завтра это все дождь смыл вообще. В общем, типа меня там не было. Ну, не хочется оставлять следы, чтобы по ним потом не было соблазна каким-то ворюшкам. Ворюшкам. Воришкам. Идти. Вот. Вот такие вот дела. По-моему, я рассказала все, чего хотела моя душа. Наверное, да. Да, ну, извините, кому была неинтересная информация про мэра. Просто это такое, знаете, совсем недавнее событие. И как-то... Ну, как-то, не знаю, хотелось об этом сказать. Потому что реально, ну, такая личность была как бы важная для нашего города. Поэтому, вот, ну, ладно, поехали, короче. Ну, я, правда, уже еду, вот, 11 минут. С вами 10-40. Вот. Ну, ладно. Наверное, наверное, просто, знаете, надо больше видосов снимать для того, чтобы делиться, ну, как бы, периодично какой-то информацией, которую вот ты хочешь, чтобы потом не накопить ее за месяц и не выдать вам просто в одном часовом видео. Вот, допустим, я выиграла журнал от радио «Новое время», я что-то люблю их слушать, мне нравятся их новости, у них там всякие штуки. То ли стало инстаграм, а у них там викторина была. А я люблю на все эти вопросы, ответы, вот это все тыкать. И получается, что каждый понедельник я слушаю, ну, так получается, что я попадаю на передачу «Дыки мандры». И очень интересно. И там сначала была история про лайку, которая там в космос летала, и которая там умерла, я плакала, ехала, понимаете. Потом была история про Балта, а про Балта вообще история от меня до глубины души всю жизнь трогала, как бы, еще с самого детства. Мультик смотрела про этого Балта, про эту дифтерию, про этих детей, про это поселение, короче, я это все знаю. В общем, то я ехала, плакала, слушала про Балта, в общем, ну, я, как бы, слушаю эту передачу, у них была викторина, и я поотвечала на вопросы и выиграла их журнал. А их журнал, между прочим, так просто купить не получится. Вот, поэтому я очень довольна. Мне пришел вчера журнал «Укрпочта», он был доставлен. Господи, никогда больше не связусь, что такое с «Укрпочтой», потому что конверт пришел просто именно разорванный, разодранный. Я не знаю, может, там было еще что-то, кроме журнала, но вряд ли, конечно. Ну, а вдруг, вот, конверт разодранный, разорванный, просто, ну, реально, катастрофа какая-то. Как можно, блин, ладно, там посылку вам интересно, что там, ну, блин, конверт просто, что вы его раздербанили? Он сбоку порванный, он вскрытый, как, ну, короче, это мрак. Я в инстаграме их отметила, они написали «Мы не бачиму сместу пакету», ну, типа, «Мы не бачиму, типа, мы не видим, что там внутри конверта, поэтому не можем понять сути вашей претензии». Суть претензии, что вы даже, какая разница, какое там в мист, главное, что вы не смогли даже конверт, блин, доставить нормально. Вот, в общем, наверное, если бы я чаще снимала видео, не накопилось бы 13 минут диалога, еще без дачи, походу, два видоса будет, наверное, я не знаю. Это я вот это сейчас рассказываю, надеюсь, я это все потом повырезаю, а может и нет. Не, ну, тут прям зима, зимушка, у нас вообще нету такого количества снега, у нас просто асфальт и лед, потому что недавно было обледенение, но я не знаю, тут посыпано, машины ездят, я надеюсь, я спущусь нормально, у меня-то полный привод, но на льду что полный, что не полный, резина зимняя, но не шипованная, не вижу просто смысла в нашем городе шипы ставить. Но, в общем, я убираю телефон, буду потихонечку спускаться, вообще зима, класс. Я спустилась, я жива, если что, я жива. Вот, а не, просто год, не год, не в том году, а в позапрошлом году я тут как-то спускалась, было очень много снега, и было, и лед был, и, короче, сверху снег был, и я спускалась, и просто машину, ну, несло, вот, жопу заносило, то лево, то вправо, она там, то АБС начала срабатывать, потому что я торможу, оно едет, оно кх-кх-кх, а я все равно еду, потому что, ну, лед просто сплошной накатали. Вот, ну, удивительное рядом, зимники, которые тут зимуют, не закрыли ворота на замок и не повесили свой ключ. Они просто, вот это как раз два года назад, когда снега было много, они чистили тут снег, посыпали солью, и закрыли, короче, ворота, и продавали ключ по 150 гривен для того, чтобы люди не заезжали. Те, которые, типа, не чистят тут дорогу, а которые просто хотят приехать на дачу, проверить, что тут. Типа, они закрывали, чтобы они по тому, где они чистили, не ездили. Представляете, вот такой у нас народ бывает, попадается, вообще больные люди. А то, что мы тогда еще, когда вот соседи напротив не жили, мы всегда с папой приезжали, колею всем накатывали, особенно моему любимому соседу, который тоже ездит, как бы, через нас, и мы ему накатывали тоже колею, и все было нормально, потому что снег был, много было снега, а машина у папы была высокая, ну, и сейчас высокая, в общем, ну, и всегда мы, как бы, без проблем, накатывали колею, и все были довольны, и снег подчищали там, ну, короче, от чайка зависит. Сейчас покажу, мне же надо показать соседский участок, смотрите, все вроде хорошо, ну, вот внешнее окно, все нормально, я надеюсь, что все нормально, мне кажется, уже так сильно не лазят, сейчас я просто не могу так рулить, и, ой-ой, куда стопы, вот так вот, оп. Так, не, все нормально, замочки висят, все хорошо, кто-то мне там по двери поцарапал, а ну, так вот, ведь, все, все доброе, все будет доброе, все хорошо, так, ну, поехали. Тут все хорошо, никто не ходил, никто не топал, сосед навес поставил, прикольно смотрится, и сосульки классные. Так, ну, ладно, ну, правильно, что машинка там стояла бедненькая, то на солнце, то на дожде, то на снегу, все правильно. Так, ну, придется топтать, но что сделать, раз я уже приехала, у меня уже куча, куча, угу, так, давай сюда, выходи, угу, сейчас, походу, никто не откроет калитку. Она примерзла внизу, походу, блин, ну, ладно, короче, сейчас я что-нибудь придумаю, смыкану ее, надо что-то другое придумать. Открыла я калитку, то там немного внизу надо было почистить, домик красивый, а ну, давай, далеко. Красота, сейчас буду топтать тут, но ничего, вроде как на сегодня снег, обещали, что все засыпет, я на это надеюсь, что мои следы затрущит. Ой, ну, лед обледенело все, потому что у нас было, короче, был дождь, было минус два, и при минус два шел дождь, и, короче, все обледенело, у нас так много было, травмированных, аварий было много, машины все во льду были. Мне так нравится всегда можжевельник в снегу, просто невероятно, он, кстати, тоже, смотрите, у него, о, так он вообще, он замерзший, смотрите, просто ветки во льду, класс, ну, не знаю, как ему, класс или нет, но красиво смотрится. Так, ладно, короче, пошла я дом открывать, и мне надо же грузить, выгружать там всякое, всякую всячину. Да, ну, круто тут, конечно, вообще, что я под беседку пошла, не знаю, как будто дождь идет, но оно снег идет, и вообще, я стану вот сюда, тогда меня плохо видно. О, ну, скользко, у нас было, я жарила ледяной наст, вообще, мне так нравится, и снежок идет, я не знаю, вам, наверное, на камере особо не видно, снежок идет, так классно, я уже все позаносила, мне осталось найти кирпичи и подпереть ворота, в принципе-то и можно будет ехать. Кофе я тут не выпью, потому что я не взяла кофе, потому что тут нет воды, тут нет кофе и нет молока, а без молока я кофе не пью, зачем он нужен такой, ну, это для меня так, по крайней мере, вот, поэтому, красиво, красиво, как во всем. Очень скользко, два раза чуть не навернулась, по ступенькам поднималась, я еще в сапогах таких, но у меня еще много дел, поэтому мне не могла деться, как бомж, что такое, чтобы спортивное, не скользкое, поэтому, как получилось, так получилось, ладно, пойдем на тот огород искать кирпичи, наверное, дом уже закрою сейчас, и пойдем туда. С высоты вам еще покажу, ну, конечно, снега мало, но вдруг навалит много, вообще, ну, мне можжевельник больше всего нравится, очень красивый. Классно. Я люблю дачу, конечно, очень классно, я бы хотела очень жить в частном доме, но, наверное, именно в частном доме, там, где, ну, все живут, не на даче, а именно в частном доме, так, по сути, это тут, если сам живешь, то, наверное, ну, может, семьей, я не знаю, наверное, тут можно одичать, но вроде как и в городе, вроде как и нет, и вроде как, в общем, сложный для меня вопрос, но частный дом я бы хотела. Кайфово вышло, тут так красиво, но еще все деревья замерзшие, они так шатаются и шумят, потому что лед на них трескается. Просто АСМР можно снимать, с хорошим микрофоном, конечно. Кирпичи я положила, но так, как могла, вроде как вот этот я хорошо подперла, а этот, по-моему, еще может приподняться, но уже не может, но вот этот кирпич, по-моему, ни к чему, а вот этот я хорошо подсунула. А оно все липнет, на кирпичах лед, короче, и все тяжело к перчаткам прям прилипать. Тут тоже все окейушки, персики стоят все во льду. Вот такое просто реально все хрустит, оно все, о, там лед, листья трескаются, классно. А так тут все окей. Так что, короче, буду собираться ехать дальше по делам. Ну, в общем-то, все на даче хорошо, а это не может не радовать. Поэтому сейчас я сяду в машину, уже там попрощаюсь, потому что мне нужно... О, скользко! Мне надо две руки. Умостилась я в машину, собрала задние сиденья. Теперь у меня все прилично и красиво. В общем, буду ехать до дому. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что съездили со мной на дачу, что мне было так одиноко и грустно. В общем, я довольна. Снежок идет. Надеюсь, хотя бы сегодня навалит снег, и я буду гулять всю ночь, а потом завтра пойдет дождь, и я пойду домой. Вот. В общем, ну да, я люблю, когда снег идет. Я могу реально, не знаю, до двух, до трех мы когда-то гуляли. Прям, ну вот, реально очень круто, потому что у нас такая погода в последнее время, что снег это вообще такое редкое явление. Ну, то есть снег есть, но он такой туда-сюда и растаял. Поэтому, а мне так не нравится, я снег люблю. Вот. Ладно, слишком много слов, я слишком много болтаю. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что вы меня не забываете, спасибо, что пишете мне, потеряли меня там некоторые. Спасибо большое. Я надеюсь, в новом году видео все еще будут выходить. Вот. Я не буду ручаться за частоту видео, но я надеюсь, что вообще, в принципе, так, какие-то будут выходить. Потому что отвыкаешь, и потом вот сегодня мне записывать видео, я что-то так распереживалась, думаю, боже, как будто на публике прям выступать. Я, по сути-то, в голове-то, ты понимаешь, что ты как бы со зрителями разговариваешь, ну, а по факту ты разговариваешь с телефоном. И если что-то не то, как бы, сказал, там, натупил, там, или еще что-то, ну, у меня такое регулярно происходит, вы же знаете. Поэтому можно там вырезать, вставить, перезаписать. Ну, слава богу, все пошло хорошо, я надеюсь, в общем. Все, еще раз всем спасибо за просмотр. Всех целую, всех с наступающей, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok